Давайте начнем нашу сегодняшнюю тему с Евангелия от Луки 17-й главы. Евангелия от Луки глава 17-я стихи с 28-го по 30-й. Мы будем сегодня вечером читать много текстов так же как и на других наших презентациях. В этом месте Библия говорит так же как было и во дни Лота ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день в который Лот вышел из Содома пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день когда Сын Человеческий явится. В этих стихах есть то что мы обычно называем типологией. Иными словами то что происходило в прошлом превратилось в своего рода символ или же пример или же иллюстрацию тех великих событий которые произойдут в будущем. То что Иисус здесь пытается нам объяснить что точно так как тогда в прошлом происходило у этих людей в одни Лота в Содоме и в Гаморе нечто похожее произойдет во всемирном масштабе в конце времени. Это то что называется типологией. Иначе говоря то что произошло в Содоме и в Гаморе это тип, а то что произойдет в конце времени это антитип. И к тому же мы никогда не поймем то что будет происходить во время финальных событий если мы прежде не поймем то что происходило в прошлом. Поэтому мы посвятим немного времени исследованию того что произошло в Содоме и Гаморе до того как эти города были разрушены. А люди уничтожены. Давайте прочтем книгу Бытие 13 главу и стих 10. Книга Бытие 13 глава и стих 10 здесь описывается как выглядела и что из себя представляла эта местность перед тем как были разрушены города этой долины. Это было просто невероятное место. Фактически это место было очень похоже на ваш регион в котором вы здесь живете. Библия говорит «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде нежели истребил Господь Содом и Гаморру, вся до сих гора орошалась водою, как сад Господень.» А что это за сад Господень? Речь здесь идет о Эдемском саде. Итак эта земля была как сад Господень как земля египетская. Итак эта местность где находились эти города была прекрасно орошаема, очень плодородна и выглядела подобно Эдемскому саду. Это то что Моисей написал в книге Бытие. Однако не смотря на прекрасный пейзаж и прекрасное плодородие этой местности люди которые жили в городах этой долины были злы и весьма грешны пред Господом. Обратите внимание на то что написано в книге Бытие в 13-й главе и в 13-м стихе здесь мы находим описание нравственного состояния жителей городов этого прекрасного места. Здесь сказано следующее «Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом.» И так недостаточно просто сказать что они были злы. Здесь написано что они также были весьма грешны. И так мы видим что эти города были чрезвычайно злы. Несмотря на тот факт что они жили в местности которая была обильно благословлена Господом. Если мы будем внимательно исследовать то что говорит Писание об этих городах мы найдем что здесь господствовали три основных греха которые характеризовали жителей этой долины. Первым грехом были сексуальные извращения. Поэтому в словаре появилось такое слово как Содомия. Вот название города Содом. Обычно говорят что человек подвергся содомскому насилию что описывает какого сорта люди жили в этих городах. История повествует нам что в последний вечер перед тем как эти города были разрушены все жители города от молодого до старого собрались возле дома который принадлежал Лоту. И они сказали тогда Лоту. И они сказали Лоту где люди пришедшие к тебе на ночь. Выведи их к нам. Мы познаем их. Иначе говоря жители города Содома желали вступить в гомосексуальную связь с ангелами. Таково было состояние жителей этого города. Эти города характеризовались тем что в них процветала жестокость. Не только сексуальные извращения но и жестокость. В книге Бытие в 19-ой главе в стихе 9-ом сказано что они хотели выломать дверь в доме Лота. И хотели сделать зло двум гостям Лота которые находились в его доме. Они даже долго не раздумывали по поводу своих планов убить людей которым были неприемлемы их дерзкие планы. Третий грех о котором упоминается в Библии. Эти люди погрязли с головой в материализме. Они жили по правилу здесь и сейчас. Они совершенно не думали о будущем. Они совершенно не думали о нуждающихся. В книге пророка Иезекиля в 16-ой главе стих 48-ой и 49-ый Бог говорит в этом месте о своем народе. Но он сравнивает свой народ с жителями Содома и Гоморы. Давайте прочтем эти стихи из книги пророка Иезекиля 16-ой глава стихи 48-ой и 49-ой. «Живу я, говорит Господь, Бог, Содома, сестра твоя, не делала того сама ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содома сестры твоей и дочерей ее» в гордости, пресыщении и праздности. И посмотрите каков был результат этих грехов. И она руки бедного и нищего не поддерживала. Они с головой погрузились в приобретение материальных благ для себя. Жестокость, насилие, сексуальные извращения. И фактически эти города были в таком ужасном состоянии что мы читаем в послании Иуды стихи с 10-го по 13-ый. О том что Писание сравнивает жителей этих городов с тремя отрицательными персонажами Ветхого Завета. С тремя людьми известными своими грехами. Это Каин, Валаам и Корей. И когда вы читаете историю этих трех людей Каина, Валаама и Корея то таков был и образ жизни жителей этой долины. Итак, Бог наблюдал за жителем этих городов, Бог исследовал поступки жителей этих городов, и в конечном итоге Он сказал «Я иду уничтожить эти города». Но прежде чем Бог уничтожил эти города, Бог никогда никого не уничтожает, прежде не послав весть предупреждения, призывая людей к покаянию. И так было и в этот раз. Прежде чем эти города были уничтожены, Бог послал трех человек посетить Авраама, который жил на холмах на каком-то расстоянии от этих городов. Давайте прочтем об этом книгу Бытие 18-ую главу стихи с 1-го по 3-й. Здесь говорится о времени, предшествующем уничтожению этих городов. Мы читаем Бытие 18-ую главу стихи с 1-го по 3-й. «И явился Ему Господь у Дубравы Мамре, когда Он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Итак, кто явился Аврааму? Господь. И дальше мы читаем второй стих. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. И когда мы читаем о трех мужах, я когда читал это место, я сказал, «Хм, три человека пришли к Аврааму перед уничтожением городов долины». Есть ли еще какой-то текст Писаний, который говорит о трех ангелах, которые также предупреждают этот мир, перед тем как этот мир будет уничтожен. Итак, во втором стихе сказано, «Он возвел очи свои, и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев он, побежал навстречу им от входа в шатер, и поклонился до земли, и сказал…» И дальше очень интересно здесь. Сколько к нему пришло людей? Три. И сейчас заметьте то, что Авраам обращается только к одному из них. Дальше в третьем стихе здесь говорится. «Владыка» Это Авраам обратился к одному из них. В английском сказано «Господин мой, если я обрел благоволение перед очами твоими, не в очах всех троих, но только в очах этого одного, в твоих очах, не пройди мимо раба твоего.» Итак, мы здесь находим очень интересный намек. Авраам говорит с одним из них. Он кланяется лицом до земли. Он называет того, который перед ним стоит, Господь и Владыка. И так же он называет себя его рабом. Вы понимаете то, что там происходило на самом деле? Это очень интересно. И затем в шестнадцатом стихе говорится о тех троих, которые были у Авраама, и о том, что они выходят, что бы идти в Содом. Давайте прочтем шестнадцатый текст. «И встали те мужи» Сколько их было? Три. «И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их.» И вы можете представить эту картину. Там было три человека, которые шли по направлению к Содому, и Авраам шел вместе с ними. Давайте теперь прочтем двадцать второй текст. «И обратились мужи оттуда, и пошли в Содом.» Сколько фактически пошло в Содом? Двое. Мы увидим это из следующего стиха. Двое. Двое. А сколько всего их было? Три. И так тут говорится «И обратились мужи оттуда, и пошли в Содом, Авраам же еще стоял перед лицом Господа.» Кто здесь является первым и главным лицом? Господь. Никто иной, как Иисус Христос. Вы можете спросить, откуда мы это можем знать? Заметьте то, о чем говорится в девятнадцатой главе в первом стихе. Здесь говорится «и сейчас мы будем исследовать в двух направлениях.» В первую очередь, обратить внимание, что только двое пошли в Содом. И второе, мы обнаружим, что они являются ангелами. В Бытие в девятнадцатой главе в первом стихе сказано «И пришли те два, кто ангелов Содом, вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли.» А что же произошло с еще одним ангелом? Их было три, но фактически только двое пришли в Содом. Кто был этот третий? Перед кем стоял Авраам? Перед Господом. Я не хочу говорить о нем как о третьем, но как о первом ангеле. Вы спросите почему? Потому как сейчас беседа уже происходит между Авраамом и Господом. И весь этот разговор разворачивается вокруг темы о суде и необходимости отделения праведных от нечестивых. Так чтобы праведные не погибли вместе с нечестивыми, когда будет происходить уничтожение этих городов. Первый ангел, который несет весть о суде. Заметьте стихи которые мы находим в книге Бытие 18 главе стихи с 22 по 25. Книга Бытие глава 18 стихи с 22 по 25. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. И подошел Авраам и сказал. Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? И так чем Авраам был обеспокоен? Он был обеспокоен тем что бы праведные не пострадали и не погибли вместе с нечестивыми. Он просит Бога защитить праведных прежде чем эти города будут разрушены. А сейчас обратите внимание на 5-й текст. Это ключевой текст. «Не может быть что бы ты поступил так, что бы ты погубил праведного с нечестивым. Что бы то же было с праведником что с нечестивым.» И так на ком Авраам сосредотачивал все свое внимание? На праведниках. Отделить праведных что бы они не погибли. И в следующей части этого стиха сказано. «Не может быть от тебя судья всей земли. Поступит ли не правосудно?» Авраам умолял о том что бы когда Господь будет исполнять работу суда, что бы он отделил праведных от нечестивых. Так что бы праведные не погибли в этом городе. Основное внимание Авраам уделял суду над праведными. И затем то что написано в 19-й главе Бытие в стихах с 12-м и 13-м. И после этого один из ангелов возвещает весь Лоту в его семье. 19-я глава Бытие стихи 12-й и 13-й. «И сказали ему житья Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зят ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе всех, выведи с сего места.» Что они сказали Лоту? Уходи отсюда! Выйди отсюда! Чтобы когда погибнут жители этих городов, ты не погиб вместе с ними. Стих 13-й. «Почему он со своей семьей должен был уйти? Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу. И Господь послал нас истребить его.» А теперь давайте прочтем 14-й текст. «И вышел Лот, и говорил с затьями своими, которые брали за себя дочерей его. И что им сказал? Встаньте! Выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но затьям его показалось что он шутит.» Итак, один из этих двух ангелов передал весь Лоту и его семье о чем? О том, что эти города обречены. «Выйдите, чтобы вам не погибнуть вместе с нечестивыми.» И затем мы видим как была закрыта дверь благодати. Знаете ли вы что дверь благодати для жителей Содома была закрыта перед тем как этот город был разрушен? Давайте прочтем книгу Бытие 19-ю главу стихи 9-й и 10-й. Книга Бытие глава 19-я стихи 9-й и 10-й. «Я хочу обратить ваше внимание на то что двери закрылись и этим самым ангелы защитили Лота и его семью от ярости Содомитов.» Вот что говорится в книге Бытие в 19-й главе стихи 9-й и 11-го стиха. «Но они и сказали ему, пойди отсюда.» Это сказали и жители Содома. И сказали «Вот пришелец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою нежели с ними.» И очень приступали к человеку сему. К Лоту. И подошли что бы выломать дверь. Были ли они жестокими людьми? Поверьте что да. Это была бушующая толпа. Тогда мужи те простерли руки свои. Мы уже знаем что это были ангелы. И ввели Лота к себе в дом и дверь заперли. Когда двери были заперты судьба жителей этих городов была уже решена. Эта история очень похожа на то что произошло во время потопа. Помните как Иисус сказал «Но как было во дни Ноя так будет и в пришествие Сына Человеческого» И дальше Он говорит «Как было в Содоме так будет и в пришествие Сына Человеческого» Позвольте я задам вам вопрос. Закрылась ли дверь благодати перед тем как пришел потоп? Да она закрылась за 7 дней до потопа. Знали ли нечестивые о том что их вечная участь уже решена когда дверь ковчега закрылась? Нет они этого не знали. Они узнали об этом только тогда когда пошел дождь. И тогда они все были уничтожены. Точно так и в Содоме. В определенный момент дверь благодати закрылась и ангелы фактически защитили верных введя их в дом. В противном случае нечестивые которые ненавидели их могли бы их убить. И затем после закрытия двери произошло следующее событие. Произошло уничтожение этих городов. Уничтожение этих городов описано достаточно необычно. Заметьте то что написано в книге Бытие в 19-й главе стих 28-й. «Серу и огонь от Господа с неба» «Чем Содом и Гоморра были сожжены огонь и что еще? И сера» Обратите внимание каковы были последствия этого уничтожения. Бытие 19-я глава стих 28-й. Здесь говорится об Аврааме. «И посмотрел к Содому и Гоморе и на все пространство окрестности и увидел вот дым поднимается с земли как дым из печи.» И так огонь и сера пролились с неба и в результате дым поднимался от земли к небу. Позвольте я немного забегу вперед и вспомню еще один эпизод в Библии в котором говорится об огне и сере и о том что дым будет восходить к небу. Помните что написано в книге Откровение 14-я глава? Мы через несколько минут подойдем с вами к этому месту. Был ли у Бога остаток в этом городе? Маленький остаток. Те которые не участвовали во грехах этих людей. Читаем книгу Бытие 19-я глава стих 29-й. Бытие 19-я глава. «И было когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме.» Это не означает что Бог забыл об Аврааме. Бог вспомнил это означает что Бог решил предпринять действия. Вспомнил Бог об Аврааме. Кто молился о Лоте и его семье? Авраам. Бог сделал это из любви к Аврааму. «Вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города в которых жил Лот.» Есть еще одно место в Новом Завете во 2-м послании Петра глава 2 стихи 7-й и 8-й. Мы находим описание характера Лота. Хотя он осквернился от общения с жителями этих городов, но о нем написано что он ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Давайте прочтем 2-е послание Петра 2-я глава стихи 7-й и 8-й. Какое тут слово в начале стоит? «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, вот опять стоит это слово, живя между ними ежедневно мучился где? В праведной душе, видя и слыша дела беззаконные.» Итак, скорбел и воздыхал ли Лот из-за всех тех мерзостей которые происходили в этих городах. Да, и затем в 9-м стихе говорится «То конечно знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти и плоти, презирают начальство.» Итак, мы видим здесь первого ангела который несет весть о суде и который приходит к Аврааму, потому как Авраам жил удаляясь от нечестивых. И так же мы здесь видим второго ангела который сказал Лоту и его семье «выходите отсюда, потому что мы собираемся уничтожить эти города.» И затем мы видим третью сцену в которой огонь и сера пали с неба и дым восходил как дым из печи. И в городе мы видим Лота который был спрятан за закрытыми дверями, а все нечестивые остались вне этого дома. Есть еще одна интересная деталь. Наверное некоторые из вас об этом уже слышали. Какой вид огня разрушил эти города? Давайте откроем послание Иуды стих 7 и давайте прочтем то что здесь говорится об огне который разрушил эти города долины. Послание Иуды стих 7 мы обычно говорим только номер стиха в этом послании потому что здесь только одна глава. Мы должны сказать послание Иуды первая глава стих 7 здесь написано «как Содом и Гоморра и окрестные города подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни какого огня? Огня вечного». Какой огонь уничтожил Содом и Гоморру? Вечный огонь. Но сейчас у нас с вами появилась проблема. Прочтем то что написано во втором послании Петра во второй главе стих 6. Это не далеко от послания Иуды. Второе послание Петра 2 глава стих 6. Этот стих говорит о последствиях когда этот огонь все уничтожил. «И если города Содомские Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример» здесь есть типология «показав пример будущим нечестивцам.» Итак, во что превратились эти города? В пепел. Многие ли из вас пытались сжечь пепел? Можете ли вы сжечь пепел? Нет. Потому как пепел это продукт который возникает после того когда уже все сгорело. Как только все сгорит вы больше не можете поджечь пепел. И поэтому в этих стихах возникает видимое противоречие. Потому что с одной стороны здесь написано что города горят огнем вечным, а в другом месте сказано что они превратились в пепел. И это значит что огонь должен погаснуть. Как можно урегулировать эту проблему? Традиционное понимание этих мест которое мы знаем оно говорит что-то по поводу этих мест. Это не ошибка но это не до конца дает объяснение этого противоречия. Результат уничтожения этих городов вечен. Не огонь вечен. А результат вечен. Вы слышали такое объяснение? Я не скажу что это объяснение плохое но оно не совсем полное. Есть лучшее объяснение этого противоречия. Откроем книгу Второзаконие 4 главу стихи 23 и 24. Второзаконие 4, 23 и 24. Писание должно объяснять само себя. Не так ли? Это является принципом изучения Библии в церкви адвентистов седьмого дня. Писание объясняет само себя. Вы не должны делать вывод только на основании одного стиха. Вы должны посмотреть все места которые связаны с отрывком который вы изучаете потому как другие места могут объяснить прояснить и дополнить тот отрывок который вы исследуете. Эллен Уайт также соглашалась с этим принципом и говорила «Библия сама себя объясняет». Но кто-то возможно скажет как мы можем сравнить один стих с другим а тот с третьим стихом. Это очень просто потому что один и тот же Святой Дух вдохновил людей для написания Библии. И Святой Дух поместил в Библии все что нам потребуется для того что бы Библия стала для нас понятной. Позвольте я задам вам один вопрос. Давайте к примеру возьмем слово «соль». Должны ли вы объяснять что соль соленая? Нет. Соль соленая потому что такова ее природа. Должны ли вы объяснять что Слово Божье это Слово Божье? Нет. Потому как когда вы попробуете почитать это Слово то вы узнаете что это Слово Божье. И так давайте откроем книгу Второзаконие 4-ю главу стихи 23-24. Здесь сказано «берегитесь что бы не забыть вам завета Господа Бога вашего который Он поставил с вами и что бы не делать себе кумиров изображающих что-либо как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий. Бог ревнитель» И так огонь поедающий это личность. Вы поняли это или нет? Здесь сказано «Бог есть огонь поедающий». Это совершенно не означает что Бог это масса огня. Нет. Сущность Бога сравнивается здесь с огнем. Мы через минуту поговорим об этом подробнее. Здесь говорится «Бог есть огонь поедающий. Бог ревнитель». Новый Завет повторяет эту же мысль. Этот стих цитируется в Послании к Евреям глава 12 стихи 28 и 29. Давайте посмотрим это место. Послание к Евреям глава 12 стихи 28 и 29. Здесь сказано «И так мы приемля царство непоколебимое будем хранить благодать, которую будем служить, благоугодно Богу с благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть огонь поедающий.» И так Бог есть огонь поедающий согласно тому что написано в этих стихах. По этой же причине в 1-м послании к Тимофею в 6-й главе стих 16-й сказано о Боге что Он единственный имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Знаете однажды Элен Уайт видела видение которое она записала в книге «Раннее произведение» на страницах 52 и 54. Она когда разговаривала с Иисусом спросила «Имеет ли Отец такой же образ как и Он?» Иисус ответил ей «Да Он имеет такой же образ, но если ты увидишь Его, то ты умрешь.» Потому что Бог живет в неприступном свете. Он огонь поедающий. Согласно тому что говорит Писание. Давайте немного это усилим. Что имеется ввиду того когда говорится что Бог огонь поедающий. Не личность Бога является поедающим огнем. Но качество Божье это огонь поедающий. И вот что это значит. Книга Исход 24 глава стихи 15-17. «Израиль находился у подножия горы Синай, и Бог явил Израилю его славу.» И здесь в книге Исход 24 главе стихи 15-17 сказано следующее. «И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако шесть дней. А в седьмой день Господь воззвал к Моисею из среды облака.» И затем здесь идет ключевой стих. Стих 17-й. «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых как огонь поедающий.» Что именно является огнем поедающим? Слава Господня! Свет который исходит от Господа является огнем поедающим. Не нужно думать что Бог это какая-то масса огня. Но Его слава это огонь поедающий. Давайте порассуждаем немного об этом. Было ли такое время когда Бог не имел Его славы? Когда в прошлом, в настоящем или в будущем Бог не имел или не будет иметь Его славы? Такого времени нет. Является ли слава которая исходит от Бога вечной? Да. Но тогда и огонь который от него исходит он вечный. Послушайте внимательно. Слава Господня вечная и огонь поедающий тоже вечен. Но то что огонь поедает это не вечно. Вы понимаете в чем здесь смысл? И так если кто-то скажет. Знаете люди должны быть уничтожены огнем вечным. Не испорьте с этим человеком. И не говорите что здесь речь идет о результате, а не о процессе. Да. Огонь который уничтожит нечестивых это огонь вечный. Но проблема в том что нечестивые не вечны. Огонь славы Господней вечен. Но то что он поедает это не вечно. Вы с этим согласны? Сейчас давайте прочтем то что произойдет с нечестивыми и с сатаной. Книга пророка Малахи 4 глава стих 1. Этот стих вы все хорошо знаете. «Ибо вот придет день пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво, будут как солома, и попалит их грядущий день.» Что произойдет с нечестивыми? «Попалит их грядущий день.» Что это означает «попалит их»? Не означает ли это что они сгорят полностью и будут продолжать гореть? Нет. Говорит Господь Саваоф. Так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Кто является корнем? Сатана. А кто ветви? Его последователи. Как однажды Иисус сказал «Я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви.» Сатана это корень, а его последователи это ветви. И что от них останется? Не останется у них ни корня, ни ветвей. И в 3 стихе сказано о том что вы будете попирать нечестивых, потому что они станут чем? «Прахом под стопами ног ваших, в тот день который я соделаю.» Говорит Господь Саваоф. Превратятся ли нечестивые в пепел или в прах? Да. И так прекратится ли огонь который их уничтожил? Да. Но будет ли гореть этот огонь после того как они сгорят? Безусловно. Потому что этот огонь это слава Божья. Кстати в Библии сказано что сатана превратится в пепел. Знаете как адвентисты мы часто говорим о том что сатана это дух и мы говорим об его ангелах что они тоже духи. Что-то наподобие призрака. Но факт состоит в том что ангелы это материальные существа и мы не можем их видеть. Потому что они находятся в другом измерении. Но они состоят из какой-то материи. И они могут быть сожженными и стать пеплом или прахом. И Элен Уайт в книге ранее произведение на странице 152 пишет что ей было показано однажды как сатана выглядит сегодня. Она пишет что у него свисала кожа с лица и с рук. Она видела его глаза она видела его чело у него есть руки. Подбородок лежал на его руке. И так ангелы тоже превратятся в пепел. Но чтобы превратиться в прах они должны состоять из какого-то вещества. Вы согласны с этим? Давайте прочтем то что написано в книге пророка Изакиля 28 главе стихи 18 и 19. Здесь говорится о Люцифере. «Множеством беззаконий Твоих в неправедной торговле Твоей Ты осквернил святилища Твои. Я извлеку из среды Тебя огонь, который и пожрет Тебя. Я превращу Тебя во что? Пепел на земле пред глазами всех видящих Тебя. Все знавшие Тебя среди народов изумятся Тебе. Ты сделаешься ужасом и не будет Тебя во веки». Что означает выражение «и не будет Тебя во веки»? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. «И не будет Тебя во веки» означает что он больше не будет существовать. Библия предельно ясно говорит об этом. Но после того как он превратится в прах будет ли существовать огонь и после этого огонь будет существовать потому что это вечная слава исходящая от Бога. Это поможет нам понять некоторые неверно понимаемые выражения которые многие люди из церкви неверно истолковывают. Давайте рассмотрим одно из таких выражений. Это Второе послание к Фессалоникийцам 1 глава стихи из 6 по 9. Второе послание к Фессалоникийцам глава 1 стихи из 6 по 9. Здесь мы находим то что однажды написал апостол Павел. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемым отрадую вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, и как Он придет на нашу землю, в пламеняющем огне, совершающего общение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, чего? В вечной погибели. Я читаю из нового перевода короля Иакова. От лица Господа. И от чего еще? От славы могущества Его. И так что уничтожит нечестивых? Слава Его могущества. А что означает выражение «вечная погибель»? Означает ли это что они будут уничтожаться и уничтожаться и уничтожаться? Будет ли это постоянно продолжающийся процесс? Что это означает? Это означает что они будут уничтожены и останутся в таком состоянии навсегда, потому что они больше не будут жить. И так является ли это уничтожение вечным? Да это вечное уничтожение с той точки зрения что они больше не воскреснут. Они останутся наказанными навсегда. Еще одно место Евангелие от Матфея 25 глава, два стиха из Евангелия от Матфея глава 25, которые неверно понимаются. Матфея 25 глава стихи 45 и 46. Здесь записана притча об овцах и козлах. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его. В какой огонь? Нечестивые будут брошены в огонь вечный». Говорит ли это о том, что нечестивые вечны или же это огонь вечен? Конечно же это огонь вечный. Нечестивые не вечны. А сейчас стих 46. «И пойдут сии в муку вечную» Позволю себе задать один вопрос. Когда нечестивые будут уничтожены? Будет ли это вечным наказанием для них? Будут ли они наказаны навсегда? Да. Потому что они умрут и больше никогда не будут жить. Это логично. Это библейское учение. Кстати читали ли вы когда-нибудь 15-ю главу книги Откровения стих 2? Книга Откровения 15-я глава стих 2. Здесь говорится о ста сорока четырех тысячах стоящих пред престолом Божиим на стеклянном море, в царстве Божьем. И здесь есть интересное выражение. Здесь говорится «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем». Стеклянное море чем? Смешанное с огнем. Как вы можете себе представить стеклянное море смешанное с огнем? Эллиан Уайт объясняет это в книге «Великая борьба» что слава Божья восседающего на престоле настолько велика, что это будет выглядеть как море смешанное с огнем. Это слава Божья будет сиять в стеклянном море. Бог есть огонь поедающий. Я хотел бы поделиться с вами еще кое чем. Не нечестивые будут жить в вечном огне, а праведники. Вы скажете, погодите минутку, это уже слишком. Но это то что говорит Библия. Исайя 33-я глава стихи с 12 по 14 Исайя 33-я глава стихи с 12 по 14 Здесь говорится об уничтожении нечестивых. «И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте дальние, что сделаю я, и вы ближние познайте могущество мое» Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. И дальше здесь задается интересный вопрос. Даже два вопроса. Стих 14-й Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Этот вопрос задают нечестивые, верно? И в 15-м стихе говорится «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет.» Так кто же может жить при огне пожирающем и при вечном пламени? Нечестивые не смогут жить в огне, но только праведные. Знаете почему? Потому что праведные будут иметь огнеупорный характер. Вы помните эту историю о трех юношах в огненной печи? Это был всего лишь человеческий огонь, разжженный людьми. У них была настолько сильная вера и настолько сильная надежда на Господа, что они были готовы расстаться со своей жизнью, но остаться верными Господу. Можно сказать, что у них был огнеустойчивый характер. И когда они были брошены в эту огненную печь, огонь не опалил их. И конечно же история, которая с ними произошла, является иллюстрацией того, что произойдет с народом Божиим, как они пройдут через огненную печь во время скорби. Глава «Время скорби» в книге «Великая борьба» в этой главе Эллен Уайт пишет, что остаток должен будет пройти через огненную печь, которая будет казаться вот-вот опалит их. Но они выйдут из этих испытаний подобно чистому золоту, потому что этот огонь поглотит все земное. Книга «Желание веков» страница 107 Эллен Уайт понимала то, о чем мы сегодня с вами говорим. «По отношению ко греху, где бы он не обнаруживался, Бог наш есть огонь поедающий. Во всех, кто покорится Его силе, Дух Божий искоренит грех. Но если люди лелеют свой грех, они становятся одно с ним. Тогда слава Божья, которая уничтожает грех, уничтожит и их.» Итак, что же уничтожит нечестивых? Слава Божья, которая является огнем. Помните в начале нашего сегодняшнего разговора мы вспомнили трех ангелов. Описывается ли в книге «Откровение» та же самая весть, которая будет звучать в конце времени? Не возвещает ли первый ангел весть о суде? Откровение 14 глава стихи 6 и 7. Это не случайность, это типология. То, что произошло однажды, в маленьком масштабе стало символичным и повторится в конце времени, но на этот раз уже во всемирном масштабе. Хочу задать вам один вопрос. Отделит ли Бог праведных от нечестивых перед своим вторым пришествием? Падет ли огонь от Бога, который уничтожит нечестивых? Да, суд должен сделать свою работу. Кстати, а какова цель следственного суда? Этот суд не для того, чтобы определить наказание для нечестивых? Цель следственного суда та, что Бог желает явить всей вселенной, кто будет взять на небо. Основное внимание будет уделено праведным. Давайте прочтем то, что написано в книге Откровения в 14 главе стих 6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное евангелие, чтобы благовестовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил что? Час суда его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. А что возвещает второй ангел? А второй ангел возвещает весть о падении Вавилона. Вавилон обречен, подобно тому, как были обречены города Содом и Гоморра. Обратите внимание на 8 стих Откровения 14 глава. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы.» И кстати это весь звучит прямо перед закрытием двери испытания. Она будет повторена и усилена. Обратите внимание на то что написано в Откровении 18 главе. И начнем мы читать с 1 стиха. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница.» Вы видите здесь кое-что добавляется к этой вести. Первый раз когда эта весть провозглашалась это было лето 1844 года. Когда многие люди вышли из отступивших церквей и присоединились к движению основанному Миллером. В то время Вавилон еще не полностью пал. Он пал, но не так низко как это произойдет перед самым закрытием двери благодати. Откуда мы можем это знать? Потому что следующие стихи описывают состояние Вавилона в то время. Во втором стихе сказано. «И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем жилищем никого, бесов, и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы.» Птицы символизируют нечистых духов. Фактически здесь три раза в различном виде передается одна и та же мысль. Фраза «сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы.» Эти три фразы связаны и являются синонимами. Третий стих. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разобогатели от великой роскоши ее. Здесь описано всемирное отступление. А теперь обратите внимание на четвертый стих. Весть второго ангела. И услышал я иной голос с неба, говорящий, что призывал ли Бог Лота выйти из Содома, потому что пришло время уничтожения этого города. Обратите внимание. И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и подвергнуться язвам ее. О чем говорит весь третьего ангела? Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает его начертания, что на них будет излито? Огонь и сера. Кстати, если вы посмотрите эту комбинацию слов, Библии, огонь и сера, это всегда описывает только одно событие. Эти же слова используются в 10-м псалме, в стихе 6-м. Но эти слова используются для того, чтобы описать одно событие, второе пришествие Христа. И потому третья ангельская весть говорит, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает его начертания, будет мучим в огне и сере, и дым мучения их будет восходить. Это интересно. Не читаем ли мы нечто подобное в книге Бытие? Безусловно так. Еще один вопрос я хочу вам задать. Не будет ли закрыта дверь благодати перед вторым пришествием Иисуса? Безусловно так и будет. Будут ли ангелы защищать народ Божий в течение этого периода времени? Эта планета станет очень опасна для жительства. Не думаете ли вы, что она уже опасна для жительства? Элен Уайт говорит нам, что когда время благодати окончится, сатана получит полный контроль над нераскаявшимся. Вы можете представить себе этот мир, когда сатана получил полный контроль над нечестивыми. Если бы Бог не защищал свой народ в то время, не осталось бы ни одного живого праведника. Иногда мы страшимся этого времени и говорим, что это будет, наверное, ужасное время. Разве Иисус скажет тогда, увидимся после времени скорби, друзья? Да, это правда, что у нас не будет тогда в это время посредника, но у нас все же будет в это время защитник. Иисус не скажет в это время, охраняйте себя сами, до встречи, увидимся. Нет, Он так не скажет. Разве так Иисус скажет, и вот Я с тобой, но только до окончания времени испытания. Нет, Он, конечно же, это не скажет. Он сказал, и сея с вами во все дни до скончания века. И поэтому, если наши отношения с Иисусом крепки, нам не нужно бояться этого времени, потому что Иисус будет защитой своего народа. И фактически Эллен Уайт писала, что будут люди, которые придут с мечами, желая уничтожить народ Божий. Уайт пишет, что эти мечи сломались подобно соломинке, потому что народ Божий будет находиться под охраной ангелов, одетых как могущественные войны, и они будут защищать народ Божий. Защищали ли ангелы Лота и его семью? Да, и до, и после закрытия двери благодати. Псалом 90 стихи с 9 по 12. Этот псалом для тех, кто переживает бедствие. И здесь есть описание того, что будет происходить во время скорби. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Это ключевые слова. Поэтому не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо кому заповедует? А ангелам своим заповедуют о тебе, охранят тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не преткнешься, а камень ногою твоею. Итак, здесь записано условие. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Иными словами, сейчас во время испытания нам необходимо развить огнеупорный характер. Давайте вместе прочтем несколько стихов из Библии, где есть выражение о тех, которые увидят Бога. Кто те, которые увидят Бога? Заметьте, одно из таких мест, оно находится в послании к евреям, глава 12 стихи с 28 и 29 стих. Сейчас время для нас развить этот огнеупорный характер. И через минуту я вам расскажу, как это делать. Библия очень ясно объясняет, как нам развить огнеустойчивый характер. Итак, мы приемля царство непоколебимое. Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Как нам нужно служить Богу? С благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Вы знакомы с тем, что написано в Евангелии от Матфея в 5 главе, стих 8-й? Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Что будут делать нечестивые, когда они увидят, что Иисус возвращается на нашу планету, сидящий на своем престоле? О, вы читали это место? Это книга Откровения, 6 глава. Они будут говорить горам и камням. Падите на нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле и от гнева Агнца. Но дети Божьи будут говорить, Господь, это наш Бог, мы Его ожидали, и Он спас нас. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят. Кстати, если ваше сердце чисто, то и все ваши действия будут также чистыми. Помню, когда я был еще ребенком, однажды я сказал плохое слово, которое случайно вылетело из моих уст. И тогда моя мама взяла мыло и помыла мой рот с мылом. Может быть вы тоже в детстве переживали этот славный опыт. Мыло на вкус очень неприятно. И однажды я посмотрел на мою маму и сказал, «Мама, ты идешь в неправильном направлении. Тебе нужно было омыть мое сердце, а не мои уста. Потому что от полноты сердца говорят уста». Если ваше сердце в порядке, то слова, которые выходят из ваших уст, тоже будут правильными. И все ваши отношения с людьми будут тоже правильными. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят». Книга пророка Исаии, 33 глава, стих 17. После того, что сказано о тех, которые смогут жить при огне пожирающем, и о тех, кто сможет жить при вечном пламени, здесь сказано, «Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную». Мы еще прочтем 1-е послание Иоанна 3-я глава. Стихи с 1-го по 3-й. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть». И что нам нужно делать, чтобы увидеть Его, как Он есть, и быть подобными Ему? Третий стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Это означает, что нам нужно быть осторожным с тем, что входит в наши уши и на что смотрят наши глаза. Будь то музыка, будь то телевизор. Что бы это ни было. То, что мы читаем, и будет определять то, о чем мы мыслим. Если мы наполним наш разум текстами из Священного Писания, наше поведение будет соответствующим. Если мы наполним наш разум мусором, который создается в Голливуде, это также как-то повлияет на наше поведение. Потому что мы представляем из себя то, что мы едим. Физически мы принимаем пищу через наши уста. Духовно мы принимаем пищу через наши глаза и через наши уши. И мы являемся тем, что мы едим. Заметьте то, что говорится в посланнике Евреям, глава 12, стих 14. Старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа. Что нам необходимо иметь для того, чтобы увидеть Господа? Святость. Согласно тому, что здесь сказано. Еще один текст из Откровения 22 главы, стихи 3-4. Здесь написано прекрасное обетование. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем. И рабы его будут служить ему. И узрят, то есть увидят лицо его, и имя его будет на челах их. Скажите, разве это не замечательно, увидеть лицо Иисуса? У нас есть описание, как выглядит лицо Иисуса. Но на самом деле, увидеть лицо Иисуса. Но для того, чтобы увидеть его лицо, мы должны иметь святость. И мы сами себя не можем сделать святыми, потому что только Бог может очистить и освятить нас. Позвольте я прочту одно место из послания к Титу, 2 глава, стихи с 11 по 14. Здесь записан секрет. Разумеется, это уже не секрет, потому что это открыто в Писании. Секрет того, как нам получить святость и чистоту. Так, чтобы нам увидеть Иисуса и принять Его, и прийти к Нему в распростертые объятия. Послание к Титу, 2 глава, стихи с 11 по 14. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Много говорится о том, какая благодать дана церкви. Слава Богу. Спасение благодатью, через веру, не через дела. Итак, здесь сказано. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Но обратите внимание на то, что благодать учит нас чему-то. Когда мы принимаем благодать, то она нас чему-то учит. Научающая нас, это 12 стих, чтобы мы, отвергнув. Видите, благодать учит нас. Не так ли? Чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво, жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ, особенный, ревностный к добрым делам. Знаете, люди иногда говорят, Павел пишет, что мы спасены благодатью не делами. Да, это правда. Мы не спасаемся делами, но если я на самом деле имею веру, то дела, конечно же, будут. Дела это плод. А спасение это корень. Благодать это лошадь. И если лошадь тянет, то повозка следует за лошадью. Я задам вам вопрос. Когда вы утром заводите машину, и она начинает ехать, какие колеса идут первыми? Передние или задние? Всегда находятся люди в зале, которые спрашивают, скажите, это машина с передним приводом или с задним? Предположим, что это машина с задним приводом. Что происходит, когда задние колеса начинают двигаться? Тогда передние колеса немедленно реагируют и тоже едут. Где есть вера, дела следуют тут же и незамедлительно. Если нет дел, то это означает, что нет веры. Эллен Уайт сравнивает веру и дела с двумя веслами в лодке. Вопрос к вам. Какое из двух весел важнее? Правое или левое весло? Если вы будете грести только правым веслом, то вы будете двигаться по кругу влево. Если вы будете грести левым веслом, то вы будете двигаться по кругу вправо. Для того, чтобы у нас была сбалансированная христианская жизнь, у нас должна быть и вера, и дела. Видите ли, мы не спасаемся одной лишь верой, и также мы не спасаемся только лишь делами. И мы не спасаемся верой плюс дела. Мы спасаемся верой, которая работает. Если вы не верите, вы можете прочитать 11 главу послания к евреям. Вы когда-нибудь замечали, как в 11 главе послания к евреям описано, как кто-то что-то делал. Верой Ной построил. Верой Авраам оставил. Верой Авраам возложил своего сына на жертвенник. Верой Авель принес жертву. Верой Сара получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила. Вы скажете, но где взять такую веру? Авраам даже если он и не верил, что в его возрасте возможно родить ребенка, он должен был вступить в сексуальные отношения со своей женой. Итак, вера, истинная вера Библии, это вера, которая работает. А сейчас ответим на вопрос, как нам развить святость и очистить нашу жизнь. Мы не можем сами совершить это. Только Господь может это сделать. И как же он это совершает? Давайте в заключении прочтем несколько стихов. Псалом 118-й Псалом, стихи из 9-го по 11-й. Псалом 118-й стихи из 9-го по 11-й. Это весть к молодым людям. Как юноши содержат в чистоте путь свой? И каков здесь ответ? Хранением себя по слову твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. И сейчас ключевой текст. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Как мы можем победить грех, положив Слово Божье в наше сердце? Пригласив Иисуса войти в наше сердце. А это происходит через Слово, через записанное Слово Божье. Прочтем Евангелие от Иоанна 15 глава стих 3. Здесь еще раз делается ударение на Слове Божьем. Иисус сказал, когда Он разговаривал со Своими учениками, Он сказал, вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам. Мы можем быть очищенными через Слово. Пятая глава послания к Ефесянам стихи с 25 по 27. Здесь говорится о победоносной церкви в конце времени. О последней церкви. Об остатке. Мужья любите своих жен. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Зачем Христос предал себя за церковь? Чтобы освятить ее. Очистив ее. Как она может быть освящена и очищена? Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова. Вода это символ Святого Духа который действует через Слово. И что будет в результате? Чтобы представить ее себе славную церковью не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и не порочна. Вы понимаете как это все работает? Позвольте я прочту в заключении только один стих по этой теме и на этом мы окончим нашу сегодняшнюю тему. Второе послание к Коринфянам 3 глава с 18 стиха. Здесь раскрывается этот секрет о том как жить победоносной жизнью. Здесь написано «мы же все открытым лицом как в зеркале взирая на славу Господню». На что мы взираем? На славу Господню, это его характер. И что в результате происходит? Преображаемся во что? В тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Слово «преображаемся» здесь в греческом стоит слово «метаморфо». От этого слова произошло другое слово «метаморфозис». Вы знаете что такое метаморфозис? В чем похожи гусеница и бабочка? Они полностью отличаются друг от друга. И прекрасная бабочка получается из гусеницы с помощью процесса который известен как метаморфозис или преобразование. Это радикальное или полное преобразование. И как это происходит? Когда мы взираем или созерцаем славу Господню. А где же мы можем взирать на славу Господню? В его слове. Вот почему Эллен Уайт говорит что мы должны каждый день проводить время в размышлении над жизнью Христа в Евангелии. И особенно нам нужно размышлять над заключительными сценами его жизни. И она говорит что это принесет нам победу в нашем христианском опыте. Потому что взирая и созерцая мы преображаемся и изменяемся. Я хочу поделиться с вами короткой историей. Я преподавал однажды богословие в течении 6 лет в университете города Медельин в Колумбии. У меня было там очень много хороших студентов. Но был один студент который был самым выдающимся из всех. Он в настоящее время преподает в Юго-Западном университете в городе Кин в Техасе. У него три докторские степени. Он мог прийти в класс сесть со своей тетрадкой в классе. Он открывал свою Библию и он мог смотреть на меня и записывать все то что я говорю. Просто дословно записывал все. Он был три года в моем классе и присутствовал почти на всех занятиях которые я проводил. Спустя несколько лет я был в одном месте где я проповедовал и одна сестра подошла ко мне и сказала «Пастор Бор знакомы ли вы с таким то человеком?» Она говорила как раз об этом человеке. Я ответил «О да я с ним очень хорошо знаком» Она посмотрела на меня и сказала «Вы проповедуете точно так же как и он» Разумеется это меня рассмешило. Я сказал сестра «Он был моим студентом на протяжении трех лет» и она ответила «Да я этого не знала» А год тому назад мы пригласили его к нам в студию отснять серию тем. У нас есть студия как вам известно. И съемка проходила не в дневное время так что там не было зрителей. Я решил посидеть и поучиться у ног моего студента. Я сидел и смотрел там как он проповедует. Должен вам сказать что он проповедует точно как я. Он моя ксерокопия. Он точно так же как и я жестикулирует. У него те же интонации в голосе что и у меня. Он так же передвигается во время проповеди. Это просто удивительно. У меня никогда не было времени что бы так вот посидеть и посмотреть как он проповедует. Почему же он так проповедует? Из-за того что он наблюдал за мной. И он изменился в тот образ на кого он взирал. Позвольте мне в заключении только упомянуть жену Лота. Мы видим как жена Лота выходит из Содома но Содом из нее так и не вышел. Есть точно так же много адвентистов которые вышли из Вавилона но Вавилон продолжает жить в их сердцах. Это пища для размышления. Книга Бытие 19 глава стих 17. «Когда же вывели их вон то один из них сказал спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору что бы тебе не погибнуть. Не оглядывайся назад.» Но жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. О чем она думала в этот момент когда она оглянулась? О мой уютный дом! О вся эта прекрасная мебель которая у меня в доме. Все мои друзья в городе Содоме. Видите она вышла из Содома физически. Но Содом остался в ее сердце. Ее сердце осталось там. Библия говорит что она стала соляным столпом. Иисус сказал что если соль станет не соленой она уже не поможет и ни к чему не годна как только выбросить ее под ноги людям. Соль потеряла свою соленость. Я прочту одно утверждение из Евангелия от Луки глава 17 стихи с 31 и 32 стих. «В тот день кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад.» Вспоминайте жену Лотову. Вот что сказал Иисус. Вспоминайте жену Лотову. Друзья давайте не будем уж так сильно привязываться к тем вещам которые у нас есть в этом мире. В противном случае мы можем потерять то что Бог приготовил для нас. Знаете некоторые люди так говорят если вы так много будете думать о небесном то у вас на земле ничего не будет. Я изменил это выражение. Если вы слишком заботитесь о земном то вы потеряете небесное. Все что мы имеем здесь не может сравниться с тем что у нас будет там. Кто-то может сказать «О у меня здесь есть прекрасный особняк. Скажите он сделан из золота.» Кто-то скажет «О я вожу этот прекрасный автомобиль фирмы Ламборгини.» Скажите разве он летает? Здесь нет ничего такого чтобы мы могли сравнить с тем что у нас будет там. И поэтому давайте сфокусируем наш взгляд на Иисусе. На Его Царстве. И давайте служить Иисусу не из-за страха. Не потому что мы обязаны. Но давайте будем проводить время с Ним пока мы не полюбим Его. И ежедневно не будем отражать Его характер все больше и больше. Как это было в жизни Еноха. И мы достигнем такой точки когда Иисус однажды нам скажет «Вам больше нечего делать на этой земле. Ваши тела еще там, но ваш разум уже здесь. Придите и мы будем вместе с вами прогуливаться по золотым улицам Нового Иерусалима. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за свидетельство Твоего Слова. Мы живем в этом бурном мире. Грех увеличивается с каждым днем. Мы видим то о чем мы даже и не подозревали что это существует. Мы жаждем пришествия Иисуса. Мы устали жить в этом больном греховном мире. Отец мы знаем о том что мы должны совершить работу приготовления. Не только мы сами но мы должны помочь другим людям делясь с ними истиной. Я прошу Господь чтобы на протяжении всех этих выходных Ты дал нам это страстное желание быть как Иисус. Страстное желание достичь других людей этой славной вестью о характере Иисуса. Мы благодарим Тебя Отец за то что Ты был с нами этим вечером и просим ответить на нашу молитву. Потому что мы просим во имя драгоценное. Во имя Иисуса. Аминь. Отец. Поехали. Эпичает моемуlie. Эпичает моему. Отес falην. Уважаем August. Эпичает моему. Произxo.